Всем привет! За окном уже помаленьку, помаленьку приходит весна. Я вообще-то должен был уехать в Петербург за собаками, потому что уже теща звонит и говорит, когда вы заберете собак, Дуся с Алисой скучают и пора им в Москву. Но все-таки мое желание, так сказать, снять вам что-нибудь интересное, переселило, и вот я здесь. И слава небесам у меня появился, знаете, какой спонсор? Не простой, а золотой. У меня есть вот такой кран. Это фильтр. Фильтр-аквафор, который, там основной блок стоит внизу, задерживает хлор, задерживает аллергены и всевозможные вирусы. Вода, ну, мягко сказать, живая. Самое главное, в моей жизни произошло такое облегчение, когда тебе супруга не пишет о том, что едешь с работы, возьми воду. У нас ты думаешь, есть вода или нет. Если ты сидишь, расслабляешься в воскресенье, и у тебя кончилась вода, ты такой прям, ах, надо идти в магазин, в магаз. Все, у меня все проблемы решены. И с этого момента у меня всегда будет чистая вода в супах, везде, везде, везде. Не из-под крана, а из-под волшебного крана. В описании ссылочка на продукцию Аквафор, где вы можете ознакомиться со всеми моделями, техническими характеристиками, нюансами и все, что есть, короче, вот там. Заходите по ссылочке, смотрите. Я думаю, что вы что-нибудь полезное для себя найдете обязательно. Я сегодня варю холодец. Я, конечно, понимаю, что Новый год уже прошел, и все варят холодец к Новому году. Но я знаю массу людей и себя в том числе. Меня можно кормить холодцом в любое время года, кроме лета. Всю зиму можно его есть, несмотря ни на какие праздники. Для меня холодец это говядина плюс свинина. Но вы знаете, я последние годы, последние 15 лет, почему-то привык к вкусу говядины, не смешанному со свининой, а к чистым. Поэтому я сегодня буду варить холодец только лишь из говядины. Он получается, во-первых, прозрачный, во-вторых, с классическим говяжьим ароматом. В-третьих, застывает быстрее. В-четвертых, не образуется жировая пленка сверху, которую нужно снимать. Ну и, в общем, я как любитель говяжьих бульонов, вот считаю, что холодец максимально должен быть приближен к говяжьим. Хотя в детстве мы держали свиней, и мама всегда говорила, нужно обязательно ножки свинные добавлять туда. Значит, кто-то добавляет куриные лапки. Вот эти вот, знаете, такие из китайских ресторанов и фильмов ужасов, которые делают в коричневом таком соусе. Потому что там, где есть желатин, эта часть обязательно должна быть в холодце. Варить можно его двумя способами. Первый способ – это огромная кастрюля. Туда все складываем. Лавровый лист, несколько штук, в зависимости от объема. Смотрите, чтобы ничего там не горчило у вас, и не было слишком много лаврового листа, добавляете, ну, два крупных или три маленьких. Я на рынке сегодня взял вот такую часть. Это колено. Это колено от быка или коровки. Я точно не знаю, здесь нет гендерного признака, поэтому я не в курсе. Но часть людей кладут копыта. От копыта, от говяжьего, очень яркий аромат хаша. То есть то, из чего делают хаш, копыта, оно дает характерный привкус. Колено не дает так характерного привкуса. И поэтому, когда вы совмещаете его с мясом, то у вас холодец получается по аромату не похожий на хаш. У меня два колена, я не стал дробить его. И так вот эти вот обрубки, косточка в этом месте губчатая, видите, такая шершавая, из которой выходит очень сладкая, ну, то есть бульон становится сладким. И когда есть трубчатая кость, тогда холодец получается гораздо вкуснее. Ну, про количество жил вы понимаете, что здесь сплошные жилы и суставы. Я вам не буду об этом говорить дополнительно. У меня небольшая кастрюля. Как я начал говорить, а мультиварка. При всей моей нелюбви к мультиваркам, я хочу сказать, что холодцы и каши мультиварки варят лучше всего. И именно, не просто мультиварка, а именно скороварка, которую мы использовали, например, в моем детстве. Это была просто кастрюлька с такой задвижкой, закручивалка, она там упор делает. И вот эта скороварка, она с таким круглым дном. И ставили. Холодец варился не всю ночь, как часто бывает. А холодец варится... Ну, в моем случае, я когда варю, мне хватает полутора часов всего лишь для того, чтобы его сварить. Да, передняя голяшка. То есть мясо все-таки в холодце нужно. Здесь тоже есть жилки. Я предпочитаю всегда брать много жил, для того, чтобы холодец стал максимально твердый. Тут на любителях. Некоторые считают, что вообще нужно сварить бульон, добавить желатин и сделать, знаете, такую дрожалку. Сюда нужно добавить, помимо лаврового листа, еще лук. Репчатый, обычный. Я лично с детства со своего деревенского помню, что мы не добавляли, кроме лука, ничего. Опять возвращаясь, если кто вдруг не видел мои ролики про бульоны и так далее, я большой противник массы овощей в кастрюле, что касается бульонов, что касается холодца. Я все-таки предпочитаю, чтобы то, из чего ты варишь бульон, и имело этот характерный вкус. Так, волшебная горелка. Чуток я, ну, нет цели как бы его обжарить, но есть цель добавить небольшую нотку, такую вкусную и ароматную жареного лука. Ой, доску чуть-чуть поджег. Ну, ладно. Так тоже бывает. Главное, что мы доску уже не кладем туда, поэтому можно. Лук, соль. Смотрите, соли тут как бы все на ваш вкус. Потом всегда можно досолить, потому что соль на желатин не влияет никаким образом, и когда все будет готово, пару более не хватает досолить. Значит, по поводу перца горошком. Я противник перца горошком в бульонах, потому что потом его оттуда очень тяжело выловить. Я всегда добавляю молотый перец, причем в холодец я добавляю на первой стадии, для того, чтобы все пропиталось. Если вы варите в кастрюле, набирайте воду в самый край, потому что в процессе она будет выпариваться. Она будет уменьшаться, и у вас останется там концентрация всего. Когда я использую скороварку, то воды здесь нужно налить столько, чтобы хватило на объем, который вы рассчитываете. Вода никуда не девается отсюда, потому что она находится под давлением, и она не выпаривается. Поэтому объем жидкости здесь останется такой, как я налил, плюс та жидкость, которая есть в мясе. Ставлю 90 минут, это полтора часа. Через полтора часа я буду наблюдать, что происходит там. Да, еще важный момент. Почему скороварка? В скороварке всегда происходит под давлением процесс, и бульон всегда чистый, без всяких там мути и всего прочего. Прошло полтора часа, за окном потемнело. Почему? Потому что еще два с половиной часа я занимался другими делами, и у меня это все прям в кастрюльке остывало. Ну, во-первых, так происходит, потому что иначе вот эту всю горячую массу сложно будет отделить там и распотрошить. А когда, все остыло? Все ништяк. Ну, оно горячее, как бы не совсем остыло, но... Лук. Мусор. Класс, бульон прозрачный. Перекладываем мясо сюда. Вторую часть мяса, оказывается, она у меня отвалилась. Перекладываем сюда же. О! Желейные такие штуки. Так, это все разваливается, это все отрывается. Коленочки перекладываем сюда. Да, та коленка, которая снизу лежала, она не то, чтобы не подсохла, она тут превратилась в киселек. Главное, не забырзгать всю эту шайку-лейку. Опа! Смотрите, все разваливается. Полтора часа в мультиварке, как целая ночь в обычной кастрюле. Хаш отдыхает. Смотрите, какая желешка. Когда будете сливать потом бульончик, не сливайте до конца. Потому что, вот смотрите, со дна пытался поднять, и косточки. Видите, косточки появились. Вернее, попались. Мясо выловил, бульону осталось половинка. Два с половиной литра жидкости здесь. Показывает мне мерная черточка. Вот на этот объем один зубчик чеснока. Не 10, не 20, не 40. Обязательно крошите мелко. Посыпайте солью. Да, кстати, про соль. Пахнет. Класс. Соли можно больше. И теперь аккуратненько обухом ножа растираем с солью чеснок. Все отправляю вот сюда. Пока бульон еще горячий. Не 100 градусов. Градусов, наверное, 65-70. И теперь нужно все это тщательно перемешать. Чтобы пока я разбираю мясо, весь чеснок да, заварился и дал аромат бульону. О, нашелся еще один кусок мяса. Укропчик обязательно. Можно петрушку, можно еще что-то, но я с детства привык, что укроп самая вкусная и самая ароматная зелень из зимних. Поэтому нужно его меленько порезать. И теперь все это сюда. Добавляйте небольшое количество. Я бы так и не выходил из этого ароматного, чудесного бульона. Пластиковые боксы, это многоразовые, но вообще я, честно признаться, всегда делаю в одноразовых. В одноразовых удобно. Поел, выбросил, не надо ничего мыть. Мясо. Ой, смотрите, каша. Каша прям вообще классная какая. Галяшка, конечно, огонь мяса. Огонь. Кто не любит, жилки убирают. Я люблю жилки, мне это все очень-очень нравится и мне это вкусно-вкусно-вкусно. Мясо прям горячее. Бульончик аккуратно с мелкорубленным укропом и уже пропитанным чесночком заливаем по вашему усмотрению. Можно меньше мяса, больше жидкости или наоборот. Вот смотрите, холодец-то не вываливается. О, красивый какой, прозрачный. Да? Огонь. За единственным исключением. Во-первых, здесь есть небольшое количество жира. Его нужно сдвинуть. Вот. Он у меня только-только-только застыл. Понимаете, торопился я, так сказать. Поэтому ночь бы хорошо постоял, закаменел бы по-настоящему. А так жирок подплавляется от температуры комнатной. Но при всем этом количество желатина внутри, природного желатина, который у нас от колен, копыт и всего прочего. Стоюсь сейчас обманываю. Интересно, вот кто смотрел, сейчас думает, откуда он взял копыта. У нас же не было копыт. Коленки у нас были. Вот оттуда и желатин. Причем вообще жесткач. Знаю, что без горчички никто не простит. У меня, правда, горчичка дижонская. Стремная, так сказать. Но какая есть. В идеале, конечно, лучше всего использовать нашу русскую ядреную горчицу. Эх, вот он холодец. Вот она дрожалка или студень. Хм. Хм. Однако. Горчица жуть неподходящая. Портит весь кайф. Я без нее. можно? Над нашу ядреную. не подкачает. Даже не берите никогда дижонскую горчицу к такому классному холодцу. Мм. Удался. Удался. Прям вообще. Вот почему я начал в начале программы говорить. свинина. Не использую свинину. У говядины какой-то чистый такой прозрачный вкус. А свинина делает его запах вот этой кожи свиной и всего прочего. не варите только из говядины. Прикольно получается. Свинину не используйте. Это моя рекомендация. Если вы делаете по-другому безусловно делайте. Я же не могу вас остановить. И чеснока в меру. Мне не нравится когда чеснок рубят крупно. Мне мама так под старый след стала делать. Нарубит крупными кусками. Кинет. Зальет. Он обварится не успеет. Ешь. Он на зубах блин вообще просто потом от тебя так разит чесночными гренками. А тут прям нежный аромат чеснока. Немного укропа. Отличная желейность. Я уверен что ночь постоит завтра будет вообще можно будет ножовкой распиливать или ножичком аккуратно разрезать будет в разрезе красивая. Такая желейная история. В общем все получилось. Странно если бы не получилось. Я об этом был уверен потому что холодец с детства варю знаю умею. Вот. Всем пока ставьте лайки пишите комменты делайте репосты ну и в общем до новых встреч.